Привет всем неравнодушным! Привет всем! Отечественный планшет или новая российская разработка? Новый iPhone уже не за горами, готовимся к сентябрьскому старту продаж и многое другое. Ну а далее в программе дам один классный совет всем пользователям iOS девайсов в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств». А следом расскажу об игре Godfire Rise of Prometheus и программке под названием «Киноход». Ну а пожалуй на сладкое, на этот раз оставлю рецензию на iPod Nano 7-го поколения. Погнали! Ну что ж, а начинаем, как и всегда, с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! Made in Russia! На минувшей неделе была представлена первая сверхзащищенная российская мобильная операционная система. По словам заместителя генерального директора по разбитию Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления Дмитрия Петрова, так называемая российская мобильная операционная система делает невозможной установку шпионского программного обеспечения, а также исключает возможность прослушки и утечки информации. Как пояснил сам Дмитрий Петров, цитата, «Наличие любого западного вендора автоматически подразумевает возможность управления данными или снятия какой-то информации». Конец цитаты. Так, система не позволит установленным приложениям получить доступ к персональным данным пользователя, а также предоставит возможность безопасного выхода в интернет. Ну, честно говоря, едва ли можно назвать эту систему по-настоящему российской, ведь судя по фотографиям, попавшим в сеть, это лишь какая-то очередная сборка вездесущего андроида. Ну и прямо вдогонку к отечественной операционке – боевой отечественный планшет. Как сообщает портал РИА Новости, со ссылкой на заместителя гендиректора по разбитию Центрально-научно-исследовательского института Дмитрия Петрова, в распоряжение российских военных в скором времени попадет новая отечественная разработка в лице пыли, влагозащищенного и противоударного планшета. К слову, по размерам устройство якобы чуть потолще iPad, а за его работу отвечает все та же пресловутая российская мобильная операционная система. Что касается характеристик, то планшет будет оснащен двухъядерным процессором, тактовой частотой 1 ГГц, а также 1 ГБ оперативной памяти и двумя камерами с разрешением 5 и 0,3 Мп. Само собой, навигация и все современные модули связи вроде 3G, Bluetooth или Wi-Fi имеют место быть. Ну что, а вы уже готовы менять свои iPad на отечественные продукты? За новыми яблоками уже 25 сентября. На минувшей неделе в сети появилась предполагаемая дата старта продаж новых поколений iPhone. Как сообщает китайская газета China.com, со ссылкой на собственные источники, новые поколения фирменных смартфонов яблочной компании в лице iPhone 6 и iPhone Air поступят в продажу уже 25 сентября. Словом, презентация новинок состоится за 10 дней до старта числа, этак 15-го. Напомню, что обе модификации iPhone будут отличаться в первую очередь увеличенной диагональю дисплея 4,7 и 5,5 дюйма, что станет прямым ответом корпорации Apple на стремительно набирающую популярность фабриты других платформ. Ну что ж, о новостях на этом все, так что едем дальше. Сегодня у нас с вами будет весьма необычный выпуск рубрики «Секреты яблочных устройств». А все потому, что на этот раз я не буду рассказывать о скрытых функциях и возможностях системы iOS. Отдам один оригинальный и в то же время очень практичный совет всем пользователям iOS девайсов. Вот не знаю как у вас, а лично у меня куча кабелей от всяких разных гаджетов, будь то смартфоны, планшеты, плееры, часы, постоянно либо путаются и превращаются в какое-то непотребство, мешающее спокойно жить, либо вовсе куда-то пропадают. Но тут на просторах интернета я нашел одно до смешного простое, но в то же время супер оригинальное решение этой вездесущей проблемы, которое позволит вам раз и навсегда навести порядок в этом неподвластном простому смертному мире зарядок и прочих кабелей. Благодаря конструктору Лего. Как это? Расскажу прямо сейчас. Тут у нас конечно не кружок, а чумелые ручки, но немножко ими поработать все-таки придется. Итак, сегодня мы с вами изготовим один забавный держатель для кабеля от вашего Apple девайса, для изготовления базового варианта которого вам потребуется. Во-первых, любая фигурка из конструктора Лего, если что найти их можно в любом магазине игрушек. Во-вторых, подобная деталь, к которой мы с вами потом прикрепим нашу фигурку. И наконец, клей или двухсторонний скотч. Все, что потребуется сделать, это прикрепить человечка к данной основе и затем закрепить всю конструкцию, например, на краю стола с помощью клея или двустороннего скотча. После чего все свои 30-пиновые или Lightning кабели вы сможете торжественно вручить на хранение своим Лего фигуркам. Как я и сказал, это лишь самый простой, так сказать, базовый вариант держателя, и в дальнейшем вы без проблем сможете сделать что-то более интересное. Совершенно точно можно сказать, что выход долгожданного экшена Godfire Rise of Prometheus стал едва ли не самым громким релизом в мире модельных игр еще с самого начала лета. К слову, целый год понадобился разработчикам для того, чтобы довести до ума столь амбициозный проект, анонсированный еще летом 2013-го и сразу же приковавший к себе пристальное внимание со стороны общественности. Что ж, месяцы ожиданий наконец остались позади, а это значит самое время приоткрыть занавес и с головой погрузиться в атмосферу мифов Древней Греции. Скажу сразу, проект получился действительно на редкость неплохим. Чурпая вдохновение из рассказов о древнегреческих богах и мифических сущностях, в итоге разработчикам удалось создать действительно интересный проект, представляющий собой в буквальном смысле ядерную смесь из какого-то неимоверного количества древнегреческих мифов. Но поскольку сюжетная линия для многих далеко не в приоритете, скажу лишь, что играть предстоит за Прометея, который в течение всей сюжетной линии пытается донести до людей искру огня, похищенную у Гефеста и по неосторожности утерянную в одной из битв. Словом, чего в игре действительно много, так это сражений. Если не брать во внимание тот факт, что повествуется вся история на английском, то, пожалуй, следить за сюжетом не успеваешь еще хотя бы потому, что на каждом повороте тебя ожидает армия врагов. Словом, боевую систему в игре едва ли можно назвать разнообразной, однако стоит признать, что не так уж это и страшно, ибо вполне стандартная даже для консольных проектов раскладка здесь представлена двумя видами ударов в совокупности с защитой, ну и местами чередующиеся с кровавыми фаталити. К слову, биться предстоит как с обычными войнами, так и с частенько попадающимися боссами. Ну а говоря непосредственно о геймплейной составляющей, скажу лишь, что даже несмотря на так часто происходящее и в принципе несколько похожие друг на друга сражения, игре все равно удается сохранять хорошую динамику, поддерживающую интерес геймера. Ну и в заключении скажу то, чего вы так долго ожидали услышать. Графика здесь действительно впечатляет, однако как ни крути, но ощутить всю мощь удастся только на последних поколениях устройств. К слову, игра доступна эксклюзивно на платформе iOS, а ее стоимость составляет 229 рублей. Ну так уж и быть, ждите на Android до конца этого года. Люди любят кино. Пожалуй, именно с этой фразы стоило бы начать сегодняшний обзор. Ведь как-никак, а согласитесь, с этим едва ли можно поспорить. В современном мире не так-то просто найти человека, который не то что не любит походы в кино, а элементарно не знает о существовании столь популярного развлечения. Словом, оно и понятно, ведь провести время в компании близких друзей или родственников за просмотром какой-нибудь забавной комедии или очередного голливудского блокбастера всегда приятно. И я бы даже сказал, трудно сегодня найти еще что-то, что сделал бы процесс похожий в кинотеатр еще проще и удобнее. Но все-таки есть пара мелочей, на которые, как ни крути, стоит обратить внимание. Вот скажите мне, что отделяет зрителя от просмотра вожделенного фильма? Безусловно, билет на этот самый фильм. Зачастую покупать их приходится в самом кинотеатре, ведь как ни крути, а это всем нам уже привычный и вполне понятный процесс, хотя местами, стоит признать, все-таки не всегда удобный. Бывает, где-то со временем не повезло, где-то с ценой, а то и вовсе с наличием свободных мест. Так что сегодня расскажу об одном классном приложении под названием «Киноход», которое позволит вам раз и навсегда расправиться со столь насущными проблемами при походе в кинотеатр. Оно предоставит пользователю отличную возможность не только приобрести заветный билетик сидя у себя дома, но и узнать расписание сеансов любого кинотеатра в вашем городе. Приложение имеет простой, интуитивно понятный интерфейс, а все, что потребуется для его использования, это выбрать город, в котором вы живете. Основываясь на данных о вашей геолокации, приложение выдаст список ближайших кинотеатров вместе с указанием информации о фильмах, идущих в прокате. Тут можно и время сеанса узнать, да и цену на билет заодно уточнить. Купить его, кстати, абсолютно несложно. Находим подходящий сеанс, выбираем формат и ищем подходящее место в зале. В общем, все по привычной нам схеме. В итоге остается оплатить билет мобильным платежом или банковской картой. Кстати, на оценок на них здесь никаких нет, так что за удобство пользователю переплачивать не придется. Все так же, как и в самом кинотеатре. К слову, сам билет прилетает вам на почту, после чего вы спокойно подходите к кассе кинотеатра и называете номер брони. Все просто и удобно. Приложение доступно абсолютно бесплатно для платформ iOS и Android. Можно ли в современном мире найти человека, который не любит слушать музыку? Ну, за редким исключением, думаю, едва ли. В том или ином виде, но музыку сегодня любят безусловно практически все. Кстати, в том числе и ребята из компании Apple. Причем любят настолько, что даже создали специальную линейку устройств, заточенную специально под музыкальные предпочтения пользователей. Ну, а называется она, конечно же, iPod. Входит в нее сразу несколько моделей устройств и об одном из них расскажу прямо сейчас. iPod Nano 7-го поколения. Безусловно, красивый портативный плеер с ультратонким и легким дизайном. Стоит сказать, что по сравнению с предыдущим поколением, девайс увеличился почти в два раза, получив 2,5-дюймовый широкоформатный дисплей и самую, что ни на есть, настоящую кнопку Home. Корпус устройства, как и подобает традициям Apple, выполнен из алюминия. Однако примечательно то, что на выбор пользователя предоставляется сразу 7 вариантов расцветки, начиная со стандартных Silver и Space Gray и заканчивая почти всеми цветами радуги. Красным, желтым, синим, зеленым, а также розовым и даже фиолетовым. Но главное здесь даже не это, главное здесь, конечно же, звук. Для своих размеров звучит плеер просто отлично. Его музыкальная начинка по уровню восприятия вполне сравнима с iPhone 5s. Да, и к тому же в комплекте вы также найдете наушники EarPods, что в общем и целом, безусловно, даст вам возможность насладиться качественной и громкой музыкой. К слову, объем памяти здесь целых 16 гигабайт, которых должно с лихвой хватить для любого контента, будь то музыка, видео, подкасты и даже фотографии, которые также можно хранить и просматривать на плеере. Конечно, для большинства задач 2,5 дюймов бывает недостаточно, но при желании и ими можно обойтись. Из дополнительных возможностей стоит упомянуть и о наличии Bluetooth 4.0 для связи с беспроводными наушниками или колонками. Однако, чего здесь точно не хватает, так это Wi-Fi модуля для загрузки контента непосредственно с самого устройства. Все файлы приходится скидывать путем подключения плеера к iTunes и его последующей синхронизации. Ну и напоследок, пожалуй, стоит упомянуть о том, что есть здесь и возможность слушать радио, а также контролировать свои спортивные тренировки с помощью специального фитнес-приложения. Работает плеер до 30 часов на одном заряде батареи, а стоит от 5-6 тысяч рублей, согласно данным Яндекс.Маркет. Ну что ж, и на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, скажу лишь, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok